Пошли! Привет! До московского марафона осталось 3 месяца, а точнее всего несколько дней. И сегодня у нас в гостях ребята, один из которых профессионал в марафонах. Это Никита. Никита, иди сюда. Привет! И Настя, которая впервые участвует во всей этой движухе. И у нее есть несколько вопросов, которые, возможно, совпадают с вашими вопросами. И Никита их все сейчас озвучит. Настя. Привет! Настя. А что мне есть перед марафоном? Едовься очень просто. На самом деле лучше не есть ничего необычного, то, чего вы не едите всегда, то, что для вас является чем-то новым. Лучше не экспериментировать. Съешьте каши, съешьте какие-то злаковые вещи, мюсли. Это будет самое лучшее питание перед марафоном. Как мне одеться? Что делать, если мне будет холодно? Или, например, жарко? А если мне что-нибудь натрет? Никогда не одевайте новую одежду, которой вы еще не занимались и не бегали. Она может вам действительно что-то натереть. Самых неожиданных местах. Поэтому используйте только свои кроссовки, которых вы уже пробегали не первый километр. Используйте одежду, которая для вас удобная. Хорошо, с одеждой я поняла, а как вообще бежать? А вдруг у меня нового сведет? Бежать просто. Бежать в своем темпе, который вы отработали на тренировках. У вас были тренировки, я надеюсь. Вот. А в принципе, не рвите с самого начала. Начните чуть спокойнее, медленнее. Потом разгонитесь, прибавляйте темпы и выходите на свой соревновательный темп, который вы хотите пробежать основную часть марафона. Если у вас что-то сведет или вы почувствуете какую-то боль, постарайтесь чуть-чуть снизить темп, да, и дайте этой боли пройти самостоятельно. Или, если она не проходит, остановитесь и промассивайте это место. Хорошо, но если я начну бежать медленно, вдруг я отстану и потеряюсь? Допустим, что это вообще возможно, и вы потерялись на марафоне. Но, как показывает практика, марафон так построен, так организован, что существует куча людей, которым помогает найтись и определиться, где вы и кто вы. Это пейсмейкеры, которые позволяют вам узнать, каким-то вам нужно бежать, чтобы зацепиться за него и как финишировать, да, вместе с ним, с каким временем. Мой любимый вопрос, что делать, если захочешь в туалет? Ответ очень прост. Сходи в туалет. Действительно. На всей трассе организованы специальные точки для того, чтобы это сделать в нужном месте и, надеюсь, это совпадет с нужным временем. Допустим, я набежала. На финиш, да что делать? Вот. Даже не допустим, ты набежишь, и ты получишь удовольствие, получишь медальку, получишь даже, возможно, какую-то еду, банан, поцелуй от волонтера или волонтерши. Сделай обязательно селфи с друзьями и с медалькой. Вот. А еще сходи на массаж, сходи в промо-зону, купи, ну, может, новые кроссовки. Или познакомься вообще с людьми, потому что марафон – это большой праздник. И он организовывается специально для тебя. Ура! Спасибо вам всем огромное за то, что посмотрели. Желаем вам обалденно пробежать, получить кучу удовольствия. Пусть это будет лучший марафон в вашей жизни. Спасибо.